Всем хай! Я не знаю, как начинать это видео, потому что это одно из самых важных видео на моем канале. И вы знаете, у меня такое состояние, я смеюсь и одновременно мне странно, потому что я правда не знаю, как начать, и поэтому я несла этот бред. Сегодня я снимаю видео, как одна из моих очень давних мечт, о которых я рассказывала на ютубе уже миллион раз, еще, наверное, в девятнадцатом году, первый раз я об этом говорила. Она осуществилась. И у меня вышла моя тушь и моя подводка. Я не умела держать интригу. Этот макияж, кстати, выполнен ей. И этот, и этот, и этот, и вот этот. Много макияжа ей было выполнено, потому что то количество времени, сколько я тестировала мою тушь и мою подводку, было каким-то просто охрененно невероятно огромным. Короче, рассказываю. Моя тушь и моя подводка сейчас находятся у меня в руках. Я покажу вам позднее, как это выглядит. Я, естественно, вам все продемонстрирую, как делать при ее помощи макияже, где покупать спойлер везде. Очень важный для меня момент был, чтобы у каждого была легкая доступность покупки этой туши. Поэтому моя тушь и моя подводка продаются везде. Любой магазин, который вы любите, есть везде. По ссылочке в описании я оставляю вам золотое яблоко, но вы можете найти ее абсолютно в любом сетевом магазине. В том числе вы можете найти на Азоне, на Вайлдберрисе, где угодно. Ребят, доступность просто в любом местечке. Подробнее я потом об этом вам расскажу чуть-чуть позднее. И вообще, что, как, но перед этим, перед тем, как вам все показать, более детально рассказать, я бы хотела поделиться с вами историей, потому что эта история для меня играет особенную важную роль. 7 лет назад. Какой-то набор вещей, которыми я пользовалась, я ими пользовалась. Но в какой-то момент случился дикий хайп на туши Ивенса Бокабаре, и подруга меня убедила пойти в магазин и купить. Мы приходим с моей подругой за эту тушью. Я вижу дизайн, не совсем в моем стиле, потому что, ну, как бы, золотой богатый. Думаю, ну, ладно, ну, раз она так хвалит, надо взять, берем тушь. И я честно скажу, тогда я больше пользовалась люксом. И когда я накрасилась с этой тушью, моя первая реакция была, это написать всем моим остальным подругам, отправить им фотографии и сказать, типа, девчонки, please, пожалуйста, быстро пошли покупайте. И когда тушь, с которой, можно сказать, и когда та самая тушь, с которой, ну, не то, чтобы начался мой бюджет, конечно, начался позднее, с которой началось вот это, знаете, мой интерес к разным брендам, потому что именно тогда он открылся, ибо до этого я была достаточно зажата. Когда этот бренд написал, типа, давай сделаем коллаборацию, я просто, я сначала подумала, что меня просто разводят. И потом, когда я говорю, ну, да, конечно, мне это интересно, блин, а как-то, может быть, неинтересно, давайте работать. Мне действительно начинают писать на тему, там, дизайна этой коллаборации. Я просто, а, что происходит? Мы реально работаем над этим? Мы реально работаем не только лишь на туши, но также над подводкой от этого самого кабаре. Как это вообще возможно? Это что? Это прикол? Это прикол? Ну, вот так, доприкалывайте, что в руках держу. И когда мне пишут на тему туши, я офигеваю. А потом я вижу, что там речь не только про тушь, но также и про подводку и кабаре, которую я тоже очень люблю и очень хвалю. Ну, у меня лицо лица скучилось, ребят, честно. Три года назад. Хотела показать вам вот этот кусок видео. Это было снято три года назад, по-моему, это девятнадцатый год. Девятнадцатый год. И в девятнадцатом году я ходила, снимала видосы, там, день в красном цвете, в черном цвете, всякую такую фигню. А вот вы шутите, а я возьму и сделаю свою линию косметики. Что, не купите, что ли, ее? Это будет, если я когда-нибудь сделаю косметику, вот давайте запомним этот момент прямо здесь, прямо сейчас. Если когда-нибудь я сделаю свою линию косметики, это будет самая лучшая косметика в мире, потому что, знаете почему? Потому что ты снимаешь на фоне детских фабриков. Да. На один момент я сказала это, и я просто не верю до сих пор, что я сижу и монтирую видео, что прошло столько лет. И действительно у меня сейчас появляется мой первый косметический продукт. А сразу моих два первых продукта. Для меня это целое событие. Это потрясающе. Три месяца назад. Начинается подготовка к съемке. Из-за того, что я потом улетала в Корею, сроки были достаточно сжатые. А я только-только сделала офигенный маникюр, ребят. Маникюр был просто потрясающий. Но, естественно, под дизайн и под концепт нашей съемки он не подходил. Сказали, прийти с нейтральными ногтями. И я просто ночью, в 11 часов, пытаюсь снять эти ногти свои. Что-то там с ними делаю. Офигеваю, потому что времени уже вообще нет, ибо съемка начинается в 8 утра. Но, худо-бедно, я как-то с этим справилась. Блин, уже завтра у меня эта съемка. И у меня, к сожалению, безумно красивый маникюр, на который совсем не подходит. Но у меня вообще не было времени, чтобы идти в салон. Там мне его снимали и переделывали. Просто у меня не было времени. Но сейчас поэтому я сижу, короче, пытаюсь его спилить руками. Это проект, которого я очень долго ждала. И я просто хочу, чтобы он был прекрасен. Чтобы все было шикарно. Время час ночи. Как бы, знаете, ноготочки такие, прям как на референсе. Красивые и нежные. На следующее утро. Я прихожу на площадку. Настолько масштабного проекта, настолько масштабной работы со следом, настолько огромного коллектива, который присутствовал на съемке, у меня никогда не было. Вот так вот выглядит студия, в которой у нас будет проходить сегодня съемка. Сейчас меня будут красить. Да, ребят, это одно из немногих видео, где буду красить себя. Не я сама, а мне будет красить визажист этот бренд. Если честно, я все еще, конечно, переживаю. Но надеюсь, что все пройдет хорошо. В тот день я поняла, что я просто хочу все отпустить. Я хочу насладиться процессом. Хотя, по моему напряженному лицу, вы понимаете, что я нервничала, больше наслаждалась процессом. И я говорю, что вот визажист, мастер по волосам. Делайте, делайте все, как вот вы сможете сделать. По референсам, которые мы согласовали. А я просто буду наслаждаться, просто буду приглашенной звездой. Про волосы. Я это очень долго скрывала, но вы же знаете, я люблю там двойное дно, я люблю символизм. И мне нравится что-то такое придумать, знаете, чтобы понимала, как будто бы только я. И может быть еще очень-очень мало людей. Потому что, ну, мне нравится во все вкладывать смысл. Вообще, вот какой-то бред вкладывать смысл. Когда я узнала, что будет эта съемка, для меня было очень важным это особенным образом подчеркнуть. То есть, оставить какую-то память, которая бы ассоциировалась бы у меня именно с этим моментом. И так как я действительно очень много лет мечтала о том, чтобы у меня появилось что-то мое, что-то косметическое, что-то бы что меня связывало с бьюти-сферой, то я подумала и решила, что на эту съемку я просто должна идти с длинными волосами. Но при этом я должна оставаться собой нынешней. Это как бы дань моменту, когда я стала бьюти-блогером, поэтому важно было сделать длинные волосы перед съемкой. И поэтому я придумала то окрашивание с длинными волосами, вот с этой вот ребристой штукой, чтобы отдать дань как бы и вот этой вот прическе, благодаря которой я чувствую себя действительно сейчас с собой. Вот смысл заложен, и я так рада, что наконец-то я могу про это рассказать, потому что все это было не просто так. В образе, который создавался, конечно же, самое главное было показать именно подводку и тушь, но я подумала и решила, что в целом можно немножко отконтурировать нижнее веко, поэтому тут я взяла как бы инициативу в свои руки, и вот нам показала, в том числе визажистки, как я это делаю, и подчеркнула мое нижнее веко. Ну, мне кажется, это не отвлекает внимание от самой подводки, но при этом делает как будто бы еще ярче глаза, и за счет этого она как будто бы лучше играет. Как вот вам кажется? Чтобы вы понимали, я прямо сейчас ресницы крашу в свою собственную тушь, и ощущение, конечно, непередаваемое. Но, как бы, kind of a знаю, since Google, у меня говяные нижние ресницы, и просто, я думаю, если вы видите результат на таких архи-мега говяных ресницах, то на любых нормальных ресницах он будет еще раз в миллиарда круче. Ну, просто что за божественная тушь, конечно, божественная моя жену. Во, какие огромные ресницы! Где вы видели тушь лучше? Ужас, так прекрасно. Я же получился. Меня накрасили, меня предварительно уложили. Мы идем к стилисту, подбирать мне одежду. За этот момент я тоже переживаю, потому что я очень маленькая. Я уже миллион раз говорила, на видео непонятно, но я очень маленькая. У меня, блин, я не знаю, у меня маленькое тело, как угодно. Сейчас пришли на примерку одежды. Что ж, посмотрим, что нам тут предлагают. Предлагаю, а вот, да, очень, кстати, идеально подходит. Под чехол, да, специально. Издеваемся. А, хорошо. Так, застегиваюсь, да? Да, застегиваюсь. Ну, конечно же, мне было все велико, в принципе, так всегда оно и бывает, но, конечно же, на этот случай у стилиста была особо куча всяких штук, чтобы уравнять. Ой, что это ты сделала? Фига, реально? А, это скрепка. Мне сначала показалось, что это что-то, знаешь, типа, тыщ, какая-то такая штука, которую в магазин вставят. Нет, нет, нет. Девочки, мальчики, голосуем за лучший лук. Так, значит, лук номер один. Вариант. Вариант номер два. Я орхидейка. Ну и образ еще один. Так, образ номер четыре, но здесь, конечно, ойнк-вынк. Какой боец больше всего понравился? Так, снимать будем здесь. Пока что мой образ до конца финализируется, но выглядит все как-то так. Если бы айфон еще не терял фокус, я была бы ему очень за это благодарна. Вот такой вот проект, вообще масштабный. Очень много техники, очень много света от рожаков, вообще всего-всего-всего-всего. И вот такой вот фон получается у нас розово-голубой, прям под цвет туши. Кстати, когда я покажу вам полноценный дизайн моей туши, мне будет очень интересно, догадается ли кто-нибудь с вас. Мне кажется, на самом деле не догадается, почему именно такие оттенки, почему именно такой стиль. И, ну, найдут ли вообще смысл связь. Ну, ладно, это не важно. Поехали дальше. Настраиваем свет и все такое. А это я. Мои вещички делают. Красота. После того, как свет поставили, меня наконец-то одели. Меня одновременно втроем три мастера готовили к съемке. Стилист, которая надевала мне ленту на руки, надевала мне кольца, которые тоже мне все были велики, ибо у меня очень маленькие пальцы. У меня 13-14 размер. Кольца в основном на съемке 18. Визажист, которая доделывала какие-то последние штрихи. Мастер по волосам, который тоже мне последние вот прям правки вносил. Ой, а можно мне, пожалуйста, руки закрепить, а то у меня опять все не сваливаются. Вот так отлично видно тушь. Спустя несколько часов съемка наконец-то началась. Далее все было по такому принципу. Мы где-то полчаса фоткали, потом отсматривали фотографии, вносили комментарии. Нужно ли что-то переделать, нужно ли что-то показать, чтобы съемка была просто невероятно крутой. Потому что мне нужна офигительно нереальная съемка. Ну, как, впрочем, всем остальным. Так что, надеюсь, конечный результат вам понравится. Извините. Просто смотрю. Just прямо. В основном всем очень нравились мои фотографии, кроме меня, потому что самый главный критик к себе это я. Поэтому постоянно у нас все так проходило. Мы фоткались, потом отсматривали, потом снова фоткались, и потом снова отсматривали. И, в общем, ну, я думаю, вы поняли, что мы делали. Решила немного попросить поправить мне макияж и прическу, потому что что-то вот не то было. Да, даже ты вот так вот расподушила, уже в миллион раз лучше стало. Но пожилее. Ну да. Если честно, я ужасно нервничала, но я старалась держать лицо, чтобы все думали, что я такая вообще-то классная и нервничаю. И на самом деле я тут главная профессионалка. Но получалось, мне кажется, не супер удачно, потому что, ну, выглядит, что я достаточно скована и зажата. Но фотографии, правда, все равно получились хорошие, потому что что-что, но работать на камеру вот это я умею. Несмотря на то, что мне было достаточно тяжко. Ну, ладно. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Знаете, это была моя самая первая съемка. Такая супер-мега-профессиональная. И еще, когда я была маленькая, я всегда думала, боже, как вот снимают моделей. Вот какие-то супермодели известные, которые рекламируют бренды, которые запускают свои вещи. Вот как это у них выглядит. И оказалось, что это действительно, ну, вот так. Кажется, какая-то фотография, а по факту за одной фотографией стоит целый процесс. 8 часов. Там сейчас ставят новый свет, чтобы было поярче. А то светлые фотки уже сделали, теперь нужно потемнее, чтобы у нас прям целая куча всего было. Зацениваем мои коленя. Коленя класс. Для рекламного кампейна нужно было снять очень много фотографий, чтобы они были с разных ракурсов, чтобы была видна подводка, чтобы были видны ресницы. И поэтому, естественно, я в какой-то момент предложила, давайте поставим стол, и я на него залезу, и мы такие пофоткаемся. И идея, в общем-то, была принята на ура. Я очень этому рада, потому что мне нравится то, что действительно меня слушали. И это было прям классно, потому что, надеюсь, результат того стоит. Сейчас, кстати, я вам его и покажу. Когда я работаю над каким-либо проектом, под которым я себя подписываю, будь это мои видео, мои треки, мои какие-то проекты, мои бьюти-боксы, я всегда вкладываю всю свою душу, я всегда вкладываю все. И я всегда думаю с точки зрения того, а понравился ли мне лично бы этот продукт, потому что самое важное, чтобы нравилось мне, потому что если нравится мне, а я очень дотошный человек, то, соответственно, огромное количество людей тоже понравится. Чтобы вы, когда получали какой-то результат того, что я делаю, действительно могли кайфануть так же, как кайфую я. Сейчас я покажу вам мою тушь и мою подводку. Я понимаю, что вы ее уже миллион раз вот так вот, хочешь, не хочешь, видели, но это момент, когда я покажу вам вблизи. Я не умею торжественно что-либо представлять, поэтому сделаю так. Она была мастером презентации от бога. Это моя тушь, а это моя подводка. Она выглядит вот так вот. Это как будто бы, знаете, какое-то неоновое небо. Мне очень нравятся эти два оттенка, потому что они достаточно нейтральные, но при этом достаточно яркие. И мне кажется, такой дизайн выглядит очень круто и очень необычно для туши. Мне хотелось сделать что-то такое. По ощущениям, она матовая, и это очень круто лежит в руках. Ну, естественно, здесь золото, потому что мы же с вами какие, мы с вами пафосные кицы. И, конечно, здесь мое имя, а в имени Лиса. Боже, я просто мечтаю, чтобы у вас у каждой был какой-то кусочек меня. Ну, потому что это было бы очень здорово. Несмотря на то, что это продается сейчас абсолютно везде, вы можете найти эти туши, вот просто везде, в абсолютно любом косметическом магазине. Все-таки, так или иначе, это только один запуск и перевыпуска не будет. Поэтому это в какой-то мере эксклюзив. И я бы очень хотела, чтобы у вас вот это вот было, как минимум, ну, в формате вот просто сувенира, который когда бы закончился, стоял и напоминал о том, что у нас с вами вот такие вот отношения... Вот сейчас опять плакать, я, не знаю, обрыдалась уже миллион раз. Вот вам, лукавый зверек. Просто зацените вот эти вот свочи, я специально не делаю их обычными, а хочу показать вам что-то фигурное. Обратите внимание, можно сделать линию потолще, потоньше, она прекрасно куда-то идет. То есть она достаточно гибкая и пластичная, и поэтому можно врисовать вообще любые формы. Самые простые, самые сложные. Кстати, сейчас, чтобы показать вам наглядно, как все это выглядит и работает, я покажу вам сначала макияж, который у меня сегодня, потому что я буквально красилась своей косметикой, и потом макияж, который у меня был на съемке, я специально для вас его повторила, чтобы показать, как это делать. Надеюсь на ваш лайк. Мне кажется, на каждом этапе этого видео я буду говорить, мне неловко, я стесняюсь, я не знаю, что сказать, потому что я очень сильно нервничаю, я не могу. Показываю вам сейчас наглядно, как можно сделать вот этим вот потрясающим великолепием макияж. Вот помните, я раньше вам рассказывала, что я рисую вот отсюда, то есть от начала ресничного края. Сейчас, в принципе, ничего не изменилось, я продлеваю именно вот ту вот линию, где вижу, что у меня растут реснички. И увожу прям ровно по их линии роста наверх. Довели потрясающе. Кстати, оцените степень тонкости вот этой вот линии. И теперь я полностью расслабляю глаз, потому что когда он не расслаблен, он выглядит вот так вот, немножко подтянутый. Ну, так вот большинство людей, особенно когда мы с вами красимся. Но я полностью расслабляю взгляд, чтобы он был такой, ну, я устала. И вот на этом взгляде я устала, я рисую линию так, как я хочу, чтобы она выглядела. В данном случае я буду рисовать ее вот таким вот образом. И вот этот вот прогал, когда уже нарисовала все это добро, просто соединяю на открытом глазе. И получается визуально очень-очень ровная линия. Конечно же, в моей туши просто идеальный фетровый наконечник. Ну, конечно, в моей туши идеальный наконечник, но он все еще пока что не фетровый. Речь про подводку, если что. Оговорилась. Ну, такое тоже бывает. Всем все еще людям. Потому что все создано для того, чтобы рисовать идеальные стрелки. Было бы странно, если было бы иначе. И заполняю. Сделала второй глаз и вернусь. Получается вот так. И смотрите сюда. Видите, что я сделала? Я взяла подводку и отвела ее прям по уровню слизистой. То есть немножко вот туда вот продлевая. И за счет этого глаз получается просто тупо гигантский. И теперь, конечно, очень важное это тушь. Пам. Боже, как красиво было. Давайте еще раз. Подожди. Не, ну, понимаете, да? Звук. Начну с нижних ресниц и сразу вам это поближе продемонстрирую. Понимаете, да? Как бы сравним два стула. Я особо не парюсь с тем, когда крашу ресницы, потому что я не вижу смысла очень сильно запариваться. Тут, знаете, как бы такая история. Если тушь хорошая, она сама все накрасит. Вам, по сути, нужно будет просто приложить тушь к ресницам. Я не понимаю, вот кто вот так вот прокрашивает. Ну, мне это не нравится. Я просто беру, смотрю чуть-чуть вниз по направлению к моему зеркальцу и прокрашиваю тушь абсолютно хаотичными движениями, раскладывая ресницы так, как мне нравится. Поэтому, если вы не пользовались Кабаре или пользовались слишком давно, а потом решили попробовать перейти на что-то другое, то сейчас самое время, чтобы попробовать не просто Ивен Собо Кабаре, но также Ивен Собо Кабаре, которая была в коллаборации со мной. Это охренеть какой экклюзив. Ой. Она умела позировать, что тут еще скажешь. А еще я решила, что будет очень неправильно не показать вам, как я делаю макияж, который мне делали на съемке, потому что макияж, блин, выглядит очень круто. В принципе, это как раз-таки макияж с акцентом именно на подводку. Я добавила в своем макияже сейчас розовые тени, ну просто, чтобы было более контрастно. Но в целом, даже без этих розовых теней, а вот как было на съемке, получается мега круто. Естественно, мне было очень важно, чтобы моя подводка могла делать что-то такое просто бам, потому что, ну я без креативных стрелок, это все еще не я, это часть моего образа, это часть моего стиля жизни. Причем это настолько стало стилем моей жизни, что я хожу так везде. Это не только история про то, что я сажусь, снимаю там видосики и ярко крашусь. Я буквально крашусь ярко, даже когда просто иду на какой-нибудь фудкорт. Для меня это важно. Уверена, что те, кто видел меня в реальной жизни, я думаю, все это готовы подтвердить, потому что для меня это часть моей жизни. И естественно, как для части моей жизни, я хочу, чтобы мои стрелки получались офигительными. И естественно, для такого всего мне нужна офигительная подводка. Как хорошо, что у меня теперь есть моя личная офигительная подводка. Я не знаю, как это комментирую. Знаете, так странно? Это то, что тебе очень нужно, то, что тебе очень полезно. Опять сейчас плакать буду. Ну нет, ну хватит, пожалуйста. А в общем, она класс. Вы поняли, что она класс? Я, конечно, переживала, когда я рисовала эти стрелки, чтобы они были равномерными, но они получились. Так что да, ребята, этим можно нарисовать не только простые базовые стрелки, но также и что-то вот такое мега сложное. Кстати, рисовать их было достаточно просто. Суммарная потратила на эти стрелки 8 минут. Очень даже неплохо. А теперь то, без чего стрелки, какие бы классные не были, не смотрят супер хайпово. Вот она звезда. Есть вещи, на которые я смотрю, и я даже не верю, что я на них сейчас смотрю. Но я смотрю, я не то чтобы смотрю, я могу их даже использовать. Все могут их использовать. Если у меня закончится, я могу снова пойти их купить. Ну или не смогу, если вы все скупите. Но это уже другая история. Ладно, я думаю, достаточно накривлялась. Я сижу сейчас и смотрю на макияж, который у меня получился, и я понимаю, что он получился сложнее, чем на съемке. Ну, в принципе, ничего нового. Я просто хочу до всех донести, что это офигенная подводка, и эта тушь офигенная. Поэтому выпендриваюсь. Кстати говоря, я знаю, что люди очень любят коллекционировать какие-то эксклюзивные вещи, особенно, когда они очень хайповые. И Вивьен Собакова Рес сделала коллаборацию не только лишь со мной, а также с двумя другими блогерами. Уверена, вы их тоже знаете. Но я вам спойлерить не буду, поэтому вам нужно будет пройти по ссылочке в описании и посмотреть, с кем еще из двоих блогеров они сделали коллабу. Ну, вообще-то, я очень серьезно в списке людей нахожусь. Угу. Очень. Сладкие мои малыши. У этой туши нет аналога. Она вот одна такая единственная, и больше никогда не будет. Вообще. Просто потому, что партия ограничена, и повторения этой туши не будет. И я бы очень хотела, что те, кто действительно любит мой канал и смотрит его не просто на фоне, а кто действительно проникнут мной, эту тушь и эту подводку использовали не просто как косметическое средство, но также как и мотивацию. Просто смотрели и думали, что все возможно. Вот у этой вот получилось, у которой тут написано Ава Мелисса, и у меня тоже получится. Я вас очень сильно люблю. Обязательно заходите по ссылочке в описании. Всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч.